Кружок робототехники в школе технического творчества открылся еще в 2014-м. Однако тогда особой популярностью не пользовался. Спустя время интерес к нему возрос, но полноценно работать мешало пандемии. Сейчас же в кружке более ста ребят. Занимаются они в несколько смен. С этого года идет набор электронный через сайт Миндаль. В этом году некоторые группы уже лично у меня, вот, например, положено 15 человек, сейчас уже 20 человек сети данными. Ну, детей я желаю еще много, конечно. Леонид Чирик в кружок робототехники пришел несколько лет назад. Понравилась атмосфера, царящая на занятиях, и перспективность направления. Почему я им занимаюсь? Потому что для меня это лично интересно, с этого явно есть прогресс, и в будущем это, мне кажется, поможет. Можно подняться по карьерной лестнице, с помощью этого на хороший университет, возможно, еще записаться. Будущее в робототехнике видит и Камилжон Жураев. Он тоже посещает кружок довольно давно. Сейчас приступил к Азам 3D-моделирования. Мечтает, как и другие ребята, связать с этим направлением свою профессию. Мне интересно собирать, моделировать. Здесь я нашел много друзей, и мне вообще собирать это неинтересно. Для кого-то кружок уже стал любимым местом, но есть и те, кто пришел недавно. Илья Дьяков, к примеру, сегодня на первом для себя занятии по робототехнике. Работает с набором для новичков, и ему понравилось собирать простейшие электрические схемы. Нравится ему и общение с ребятами. Буду почти каждый день ходить. Почему? Потому что сюда много детей приходит. Индивидуальный подход и задания, соответственно, знаниям и уровню подготовки позволяют сделать занятия интересными для ребят разных возрастов. Постепенно их усложняют. Занимаясь робототехникой, ученики получают навыки программирования и мехатроники, знания по математике и физике. Дети, когда к нам приходят, мы с ними занимаемся, психологически точно подходим, смотрим на их возможности. То есть подбираем тот материал, какие им удобны именно в первую очередь. Потом уже дальше в связи с развитием даем им разные задания, чтобы поучаствовать в соревнованиях, поучаствовать в разных проектах. Сейчас двое учеников школы технического творчества, ставшие победителями областного этапа, готовятся к республиканским соревнованиям, которые пройдут в начале ноября. В школе надеются на то, что ребята вернутся домой с победой. Виктор Ваташко, Яна Галла, РТН